Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в Великую Среду, за богослужением читается отрывок Евангелия от Матфея, глава 26, стихи с 6 по 16. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Во время она, Иисусу, бывшую в Вифании, в дому Симона Прокоженного, приступи к нему жена, склянницу мира имущей многоценного, и возливаше на голову его возлежащую. Видевше же ученицы его, негодоваша глаголюще, чесо ради гибель сия бысть, мажаше бы сие мира продано быть и намнозе, и датеся нищим. Разумев же, Иисус рече им, что труждаете жену, дело бы добро садело о мне. Всегда бы нищие имоти с собою, меня же не всегда имоти. Возлиявши бы сия мира сия на тело мое, на погребение мя сотвори. Аминь, глаголю вам, и дежа аще проповедана будет Евангелие сия во всем мире, речется и ежесотвори сия в память ея. Тогда шет един от обою на десяти, глаголем и Иуда Искариотский ко архиереум, рече. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время, когда Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокоженного приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата, ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пришел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам придам его. Они предложили ему тридцать серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. События, описанные евангелистом Матфеем, предшествуют предательству Иисуса Христа Иудой Искариотским. Господь вместе с учениками приходит в дом Симона Прокоженного, где некая женщина изливает на него благовонная нардовая мира. Описание похожего события мы встречаем и в Евангелии от Луки, но там речь идет о Симоне Фарисее. Многие толкователи Священного Писания указывают, что это были абсолютно разные люди и два разных случая изливания благодатного масла на Спасителя. Что касается Симона Прокоженного, то византийский богослов XII века Ефимий Зигабен поясняет. Евангелисты, для отличия от Фарисея, дали ему прозвание от проказы, желая вместе с тем показать, что Спаситель не гнушался его тересной нечистотой ради чистоты его души. Итак, когда Спаситель находился в доме Симона Прокоженного, то приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Алавастр представлял собой род мрамора, замечательного своей легкостью, прозрачностью и красотой. Из него приготовляли разные вазы и сосуды для хранения ароматических веществ. Мира представляла собой благовонную жидкость из масел и пахучих веществ, обыкновенно из лучшего оливкового масла, в соединении с благовонными смолистыми веществами, вроде нарда или смирны и разных цветов. Именно такое драгоценное ароматное масло возгляда на голову Спасителя некая женщина. Но, не зная ее мыслей и чувств, глубочайшего благовения ученики вознегодовали. Они помнили, что их учитель не терпел роскоши и выше всего ставит деда милосердия и благотворения. И поэтому они сказали, к чему такая трата, ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Недовольство окружающих объяснялось просто. Такой сосуд благовонного масла стоил 300 динариев, а динарий составлял дневную плату наемного рабочего. Простой человек должен был работать почти год только на то, чтобы купить такой сосуд благовонного масла. Ученикам это показалось безрассудным расточительством, ведь деньги можно было бы отдать нищим. Но Господь, понимая, что поступок этой женщины происходил от теплой веры и сокрушения, быстро прервал ропот учеников и потребовал не смущать бедную женщину. Борис Ильич Гладков пишет. «Оставьте ее», — сказал им Иисус. «Зачем смущаете ее такими разговорами? Зачем стараетесь внушить ей, что она поступила дурно? Она доброе дело сделала для меня. Вы забоитесь о нищих? Это похвально. Но нищих вы всегда будете иметь перед глазами. И можете благотворить им во всякое время, когда захотите. Меня же недолго будете видеть. И эта женщина, как бы прощаясь со мною, сделала все, что могла. Она помазала мое тело к предстоящему погребению моему. И это доброе дело ее будет известно в целом мире. Везде, где будет проповедана обо мне, будет сказано о ней». И действительно, мы видим, что повествование об этом не только записано в Евангелии, но и включено в наше богослужение. В последовании Великой Среды, Страстной Седмицы, Церковь прославляет поступок этой женщины, как бы проводя параллель по контрасту между ним и предательством Иуды, совершенном в тот же день, сразу после этого. «Поступок этой женщины, дорогие братья и сестры, учит нас тому, что настоящая любовь не может ограничиться чем-то малым, не может подсчитывать, сколько нужно отдать, чтобы это оказалось правильным. Дающий от любви даже все, что у него есть, понимает, что этого недостаточно, и даже это слишком мал. И если мы постараемся приносить Богу благоухание такой всеселой любви, полного самопожертвования, то Спаситель помилует нас и приведет к жизни вечной, отворяя для нас двери Царствия Небесного. Помогай нам в этом Господь». Господи Божий мой, на телу паван, Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok